Друзья, всем привет! С вами Семен Антонов, и это 10 ответов на несерьезные вопросы. Я хотел стать в детстве, я не помню, наверное, каким-нибудь нефтяником или что-то такое, потому что я из города, который расположен на севере, и все дороги ведут на скважину. Я точно помню, мне кажется, это был девятый класс, мы вернулись после предсезонных сборов, которые проходили в Волгограде на родине Юдина Антона Николаевича, и сборы были трехнедельные, и буквально через три дня после начала сборов я сломал себе палец на руки и практически не принимал никакого участия в баскетбольных тренировках, и все это время было посвящено в основном различным кроссом, приседаниям и физике. И когда мы вернулись в Нижний Варт, у нас был товарищеский матч в Сургуте, и то есть мой первый данк состоялся прямо вживую в игре, то есть я до этого даже не пробовал, как-то получилось, что я убежал в отрыв, прыгнул и, ну, просто допрыгнул. А еще тогда было модно, что если кто-то просто забивал лейап, то второй парень, кто там мог допрыгивать до кольца, он прыгал до кольца, ну, и это казалось, типа, как-то круто, динамично. И, в общем, я в этот момент забиваюсь сверху, и лицо парня, который как бы прыгал, да, тронулся до кольца, ну, и мы просто не поняли, что произошло, и потом ребята меня поздравляли. Яичница. Сейчас стал чаще готовить, потому что сын пошел в школу, и мы с ним пораньше встаем, и я отвечаю за завтрак. Ему нравится, я надеюсь. Но у него нет выбора, как бы там, нет, ну, мы, конечно, чередуем там с различными там бутербродами или еще чем-нибудь, творогом, но коронка, конечно, яичница. Самый нелюбимый, наверное, химия, потому что как раз, когда началась химия, я пропустил, я болел, я пропустил первые три-четыре занятия, я потом вообще, я никак не мог понять, что к чему и что там происходит, какие-то формулы, таблица Менделеева огромная, и, ну, как-то вот на троечку меня дотянули. Первый автомобиль, который, когда я вообще сел за руль и начал ездить самостоятельно, это была Волга Сайбер. На тот момент я играл в Нижнем Новгороде, и у нас были служебные автомобили, и как раз кто-то из иностранцев уехал, и один автомобиль проставил, и руководство клуба предоставило мне возможность, так сказать, учиться на этом автомобиле. Ну, и первые две недели я ездил исключительно с ребятами, потому что это было вот так, я как будто смотрел только прямо, и когда надо же было перестроиться, я спрашивал у ребят разрешения, и тогда перестроился, потому что я боялся посмотреть по сторонам. Автомобиль, который первый в собственности, это Audi, который нам подарили после бронзы Олимпиады в 2012 году, а я вот до сих пор управляю этим автомобилем. Ожмурки, конечно, дюжево. Ну, челку сейчас я в артовскую здесь, если меня загримировать, вообще идеально будет. И Саймонову тоже. Нет, не вообще этим не занимаюсь. Для чего, как бы, я? Наверное, так, чтобы, когда кто-то болеет, чтобы у него так лоп, и... Ну, просто я же отец, и когда дети болеют, тебе же всегда их жалко, и тебе хочется, чтобы забрать, так сказать, их там, температуру, их кашель, и сопли, и прочее, чтобы они были здоровы. Вот я бы вот такой, наверное, способностью хотел. Как в «Зеленой миле», помните, он как бы забирал на себя и вылечивал таким образом. Ну, не знаю, наверное, ну, Илон Маск, если смотреть в таком прям мировом масштабе, что человек построил ракету, которая слетала в космос и благополучно вернулась обратно, и я думаю, что это очень круто, и в дальнейшем, я думаю, человечество будет прям очень благодарно за этот такой огромный прорыв вообще в науке и прочих делах. Я не знаю, я не проверял. Ну, навряд ли, как Форест Гамп, сколько он там бежал, я столько точно не смогу. Самое большое, ну, это, наверное, опять же, вот, как я говорил, на этих сборах в Волгограде, когда у тебя сломан палец, и ты бегаешь просто от завтрака и до обеда, грубо говоря, пока ребята тренируют какие-то баскетбольные элементы, а ты просто поддерживаешь хорошую физическую форму.